Вот у нас начинается богатая улица, она так и называется Райшенштрассет, потому что здесь все дорого и богато. Ну и, конечно, фасады. То есть тут такие крутые бизнесмены свои фасады так переделывали, более богато и круто, со своей символикой, и мерились, мерились, как бы, сами знаете чем. Вот один из них взял там, например, корабль изобретил, такой золотой парусник, да. Тут все понятно, что этот мужик говорит о том, что я якобы настолько богат, настолько крут, то есть я такой крутой предприниматель, что мои товары, во-первых, они как бы по морю ходят, а море здесь далеко, то есть это предприниматель, им нужно было быть влиятельным, да, в то время. И, во-вторых, полные паруса, золотые, то есть божественная сила ведет меня к моей гавани, к моей пристани, и мой бизнес, как бы, да, он всегда будет наполнен, он всегда будет успешен. И вот я как бы показываю, что вот такое крутой. Вот это я понимаю, выпендрешь бизнесменов, да, а сейчас как? Купил гелик или не знаю там. То есть раньше мерились не только песенами, но и аллегориями. Вот когда бизнесмены, наши предприниматели начнут мериться аллегориями, вот тогда, наверное, мир будет спасен. Ну и вот они, конечно, фасад замечательные, отлично отреставрированные. Вот богатая улица, и богатая улица заканчивается богатой башней, как видите. И она немного кривая, но это все знают, она слегка накорененная. Почему накорененная? Ну такое бывает, как бы, это естественно, когда слегка криво, да.